Всем респект, братва! С вами мародер 120гигабайт, и сегодня я хотел бы с вами поделиться первыми впечатлениями об игре Kingdom Come Deliverance. Эта долгожданная игра была разработана студией Warhorse и представляет из себя RPG в реалистичном средневековом сеттинге, что означает, что там нет никакой магии, драконов, эльпов и прочих элементов фэнтези. Только реализм, только хардкор, как говорится. Именно на реализм делали упор создатели игры, причем касается это не только поведения нашего персонажа, там боев на полности мира, но и создатели уделили огромное внимание историческим деталям. Я наиграл в игру более 10 часов и понял, что она действительно объемная, поэтому советов тут будет минимум, к тому же игра сама неплохо справляется с этой задачей. Вместо этого я расскажу, с чего начинается игра, что нас ждет в первые часы и какие у игры есть проблемы. Постараюсь это сделать без спойлеров, так как эта игра делает акцент на сюжете, и мне не хотелось бы портить вам впечатление. Всем жесткий респект и погнали! Начинается игра с небольшой заставки, в которой нам рассказывают, как круто жилось в средневековой богемии во времена правления Карла IV, но после его смерти его место занял его сын Вацлав, который был страшным раздолбаемый и предпочитал проводить время с сомнительного рода девицами, нежели заниматься государственными делами. Ну, знать, естественно, от такого была не в восторге, и пошла к его сводному брату Сигизмунду, господи боже мой, какие у них имена страшные, который решил, что это неплохой такой шанс прибрать власть к своим рукам, похитил короля, чтобы заставить его отказаться от короны, и вторгся в земли богемий. И тут начинается, собственно, история нашего героя. Зовут его в английской версии Генри, в русском переводе Индра. Такая канитель с именами встречается на протяжении всей игры. Русской озвучки у игры нет, поэтому придется привыкать. В общем, его будет Маман, говоря, что надо бы помочь отцу. Во время разговора с Маман, который выглядит почему-то на пару лет старше нашего главного героя, нам дают первую и единственную возможность что-то выбрать, а именно наше начальное умение. Красноречие, ловкость, выносливость и сила. Никакой кастомизации персонажей, как вы понимаете, в игре нет. Все остальные навыки можете прокачать уже в процессе игры. Сразу после разговора с матерью мы видим первый элемент реализма. Это голод. Он отображается снизу, справа от полоски хп и выносливости. Но это далеко не все элементы реализма в игре. Вы можете повредить ногу, прыгнуть с большой высоты, если не поспите, вырубитесь на улице, что может привести к различного рода неприятным последствиям. В общем, полный набор выживальщика. Все, конечно, не так жестко, как в стандартных выживалках, но любители ставить мод выживания на Скорим или тот же режим в Фоллауте должны оценить. Далее. Батя сообщает нам, что сегодня мы с ним должны закончить меч для одного уважаемого господина. И для этого нашему герою надо сходить на рынок, купить угля, забрать из замка крестовину для меча и заодно захватить холодненького пивка. Ибо какой же кузнец работает без пиваса? Батя, респект, кстати. Тем не менее, у главного героя нет денег. И в ответ на это замечание батя советует нам сгонять к пинчу, который заторчал бабла за инструменты, и на это бабло все и затарить. Далее начинается довольно-таки длинный начальный квест, во время которого мы знакомимся с основными механиками игры. Сначала мы идем к пинчуге, которая отказывается нам дать бабло, начинаем с ним драться, получаем настоящих чешских пиздюлей. В этом моменте нас знакомят с боевой системой, самой спорной, по моему мнению, частью игрового процесса. Она представляет из себя эдакую смесь боевки For Honor и Mountain Blade. После нескольких драк я понял, к ней вполне можно привыкнуть, но все же стандартная экшн-боевка была бы мне милее. Потом мы идем к мамашке, которая нас латает, потом в таверну, где встречаем дружков. Дружки тем временем наблюдают за тем, как какой-то немец поносит нашего короля и говорит, что Сигизмунд все правильно делает. Местные с ним спорят, а наша компания пацанов, один из которых, кстати, очень напоминает Картмана, зацените. В общем, они решают забросать дом немца навозом. Мы говорим, что в деле, но за это они помогут нам вывезти бабло с пьянчуги. Обманув жену Немчуры, чтобы она слилась и не мешала, мы начинаем разукрашивать в коровье цвета его дом. Но тут появляется сынок с дружками и завязывается потасовка. Один из дружков Немчуры, кстати говоря, Сбышек, знакомый нашей компании, который пошел не по той дорожке. Это очень важно, запомните этого ублюдка. В общем, во время драки появляется пристав и разгоняет молодежь, которая проводила время за вполне стандартным, по моему мнению, занятием для пацанов из средневековья. Свалив, мы отправляемся бить рожи пьянчуги, который, получив пиздюли от молодняка, дает нам ключ от сундука, где лежат инструменты, за которые он торчал. Я еще умудрился снять с его всю одежду. После полученное добро я продал купцу, познакомившись таким образом с системой торга. Да, в игре можно торговаться, прям как в Ведьмаке. Купив на выручное бабло уголь, я пошел и купил бате пиваса в таверне, мило пообщавшись с возлюбленной нашего героя Бланкой, или Бьянкой, тут как вам удобнее. Бьянка говорит мне, что мне искал какой-то айти подозрительного вида, и я вспоминаю, что должен был взять уроки на мечах. В этом моменте она знакомит с боевой системой еще ближе, обучая фехтованию. В общем, про боев я уже рассказывал. После, забрав крестовину в замке, я наконец принес все необходимое бате. Кстати, если после покупки пиваса вы слишком долго будете бродить по окрестностям, то батя забракует пивас, скажет, что он уже не пенный, и пошлет покупать его второй раз. Дальше следует душевная беседа с отцом, которая уже прознала о наших проделках у дома Немчуры, и ругает нас, и учит жизни. Посреди беседы появляется девушка по имени Тереза, которая также играет в сюжете важную роль. Обменявшись любезностями, мы отдаем ей гвозди, за которыми она пришла. Сразу видна некая заинтересованность Терезы в нашем герое, да и Индра смотрит на ее задницу, провожая взглядом. Но продолжим. Мы заканчиваем меч, и очень вовремя появляется тот уважаемый господин, кому этот меч и предназначался. Во время беседы с ним, мы узнаем, что наш батя не самый простой чувак, и за его мастерством скрывается какой-то один ему ведомый жизненный опыт, про который он нам обещает обязательно рассказать попозже. Уважаемый господин удаляется, и на этом наш первый квест закончен. Тут я хочу заметить следующее. Квест сделан весело и увлекательно. Пройти его можно несколькими способами. К примеру, вместо того, чтобы бить пинчугу, можно было взять отмычку нашего друга Картмана и вскрыть самому его сундук, познакомившись заодно с системой вскрытия замков. Диалоги хорошо прописаны, актеры отыгрывают отлично, персонажи имеют характер. Тут я понял, что за эту часть игры можно не переживать. Катсцен очень много, но все они кинематографичны, не кажутся затянутыми, и смотреть их одно удовольствие. Дальше, чтобы не спойлерить, я не буду рассказывать вам, как развивались события пролога. Скажу только, что он довольно долгий, и за время его прохождения мы успеем насладиться еще более эпичными и драматичными катсценами, познакомимся с верховой ездой и целым ворхом колоритных персонажей, побудем в карауле, научимся скрывать замки, украдем доспехи и, возможно, лошадь, сразимся с разбойниками, обворуем трупы, встретим с Бышкой Терезу, побудем в бреду, и в общем, я был очень удивлен, что это всего лишь пролог. Проблема у пролога была только одна, его полная линейность. За исключением небольших активностей, вроде игры в кости, забавных мест, вроде купалин, где можно отстирать одежду от крови и взять отдельную ванну с девушкой, а также различных полезных мест, типа купцов, таверны и так далее. Я не нашел ничего. Нет сторонних квестов, истории местных жителей и чего-то подобного. Причем я не уверен, что это проблема только пролога. Но об этом позже. А сейчас я хотел бы сказать, что я понял в целом за свои первые часы. Во-первых, говоря про реализм, разработчики не лукавили. Кроме всего ранее перечисленного, вроде голода, уязвимости героя, есть куча мелочей. К примеру, если ваша одежда в крови, это будет отпугивать местных жителей, и ваше красноречие падает. Но есть способ его поднять. Это алкоголь. Однако после него будьте готовы встретиться с похмельем. А если будете злоупотреблять, станете алкоголиком и заколебетесь от этого лечиться. Вот уж реализм, так реализм. Во-вторых, не стоит сравнивать эту игру с Ведьмаком или серией Тес. С последней связывает, разве что похожий на обливин интерфейс, меню персонажа и система прокачки. С Ведьмаком мощная кинематографичная подача сюжета и окружения. Однако все знаки вопроса, которые я видел, были просто полезными местами. Встретить кого-то на дороге не самое простое занятие. Поля пустынны. С местными жителями особо не поговоришь, разве что спросишь у них как дела. Я провел в игре более 10 часов, но так и не увидел в ней хоть какого-то открытого мира. Открытые локации есть, но бродить по ним имеет смысл только если вы хотите полюбоваться красотами. Возможно дальше игра раскроется, но что в Скайриме, что в Ведьмаке, уйти заниматься всяким разным можно было прям с самого начала. Тут не так. Кроме того, насколько мне известно, в игре в отличие от Ведьмака всего одна концовка, а играть в нее не проходя сюжет, как например в Скайрим, не имеет смысла. В-третьих, все вышесказанное не отменяет разнообразие и глубину игры. И тут стоит обратиться к меню персонажа. Обязательно загляните в кодекс. Там вы найдете подробное описание персонажей, исторических событий, которые происходят во время игры, информацию об устройстве общества и многое другое. Во вкладке обучения куча полезной инфы, которая снизит ваш порог вхождения. Во вкладке игрок вы увидите огромное количество характеристик и способностей, на изучение которых уйдет не один десяток часов. Тут же мы узнаем, что в городах у героя есть репутация. Все это намекает на то, что игре есть куда раскрываться. Возможно ей просто нужно больше времени. Один бог знает, сколько она требует на полное прохождение. Отдельно хочется сказать по поводу карты. Она стильная, но пользоваться ей не очень удобно, особенно если играете с геймпадом. Тем не менее, в игре есть быстрое перемещение по специальным открытым точкам. Но имейте ввиду, во время него вы можете устать и вырубиться в дороге, и начать голодать, так что следите за этими показателями. Ну и естественно в дороге на вас могут напасть. Ну и последнее. Графика, оптимизация и технические проблемы. Графон у игры очень приличный, чего не скажешь об анимациях, особенно лицевой. Я не считаю это критичным недостатком для игры подобного типа, тем более окружение выполнено более чем достойно. С оптимизацией у игры не так хорошо, как хотелось бы. На моем i7 4790K и GTX 1070 не особо стабильные 60 фпс игра выдает только на высоких. Ультра настройки идут уже в 45-50. Кроме того, я наблюдал проблемы с сохранениями. Некоторые игра просто не загружала. Будем надеяться, что подобные проблемы разработчики быстро поправят, так как они действительно мешают насладиться этой замечательной игрой в полной мере. Ну и в заключении. 10 часов маловато, чтобы понять эту игру полностью. Но я уже сейчас с уверенностью могу сказать, что она хороша и ее стоило ждать. Просто постарайтесь не воспринимать ее как нового Ведьмака или Скайрим, чтобы не было неоправданных ожиданий. Насладитесь сюжетом и атмосферой. Изучайте игру. Слушайте великолепную музыку и любуйтесь красотами. Лично я сюда хочу вернуться и обязательно это сделаю. Пожалуй, на этом закончу свое видео. Всем, кто досмотрел до конца, жесткий респект. Пишите, что думаете об этой игре в комментариях. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь, если вам понравилось видео. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Йоу!